И должен вам сказать, что современная академическая психология, а Елена Тимофеевна является академическим психологом, насколько я знаю, она заканчивала психфак в России, и я тоже заканчивал психфак, и, соответственно, академические психологи очень воинствующе относятся к этому направлению, к этой науке. Дело в том, что я вообще хочу начать наше ведение и предварить наши дальнейшие встречи масштабом этого инструмента, его возможностями потрясающими. Дело в том, что у него есть один недостаток, не очень хорошо начинается с недостатков, но мы на него поставим точки над «и» сразу, чтобы понимать, какие дальше особенности и почему этот недостаток нам нужно учитывать. Дело в том, что для определения психотипов людей именно в соционическом ключе не существует стопроцентных методик работающих, каких-то инструментальных. Вот нету такого прибора, который можно вставить в глаз человеку, и вот сразу психотип его определить. А академическая психология подразумевает валидность эксперимента, повторяемость эксперимента, какие-то наглядные результаты, чтобы можно было с этим науку делать, что называется, повторяемость делать, анализ на больших числах людей на количестве. И вот дело в том, что соционический тип и те функции, о которых мы сегодня будем говорить, какой бы вы ни прошли тест на компьютере, к сожалению, вероятность ошибки очень высока. И причина здесь в том, что бездушная машина не в состоянии определить, как вы отвечаете на вопрос. Она может определить, что вы ответили. И в бинарной системе, грубо говоря, оценить вы поставили «да» или оценить вы поставили «нет». Оценить, как это делал человек, может только другой человек. Понимаете, оценить то, как мимика у человека, какой у него внешний вид, как он одет, как он интонационно расставляет акценты во время беседы, как он строит речь. Это вообще удивительный инструмент, что по построению речи можно определить целый ряд функций в соционическом типе. И в связи с этим мы решили с Еленой Тимофеевной объединиться, потому что у нас использовать несколько инструментов, один из которых – это метод экспертных оценок, о котором, наверное, сейчас вам расскажет Елена Тимофеевна. Да, этот метод предложила Аушра. Она сказала так, что соционика действительно не имеет пока инструментария такого механического, чёткого. Поэтому лучше всего использовать или свою интуицию, или свои познания в этой области и договориться с несколькими людьми, специалистами в этой области, психологами. Собираются, например, два человека или три, или четыре. И в этот момент они смотрят на так называемого испытуемого и задают ему различные вопросы. Естественно, что если два человека, они будут задавать ему совершенно различные вопросы из двух позиций, из двух точек взгляда. Если три человека, то будут пыли точки взгляда. И результатами вот таких вопросов перекрёстных оказывается некий вывод. И если он совпадает у двух, трёх, четырёх человек, то считается, что есть какой-то результат. Человека определили, что он относится к определённому типу соционическому. Ну и, соответственно, потом за этими выводами другие идут очень много советов, рекомендаций, предположений и так далее. Вот что такое метод экспертных оценок. Мы сегодня, наверное, Сергей Игоревич, с вами такую проведём работу. В качестве двух экспертов попробуем определить онлайн, к какому типу относятся наши гости. Спасибо.